Как пустырь у нас. Стал колхоз. Деревня лучше, чем у нас. Нина Александровна Тетеркина живет в Уссулии более полувека. Видела город и в самом его расцвете, и в неблагоприятные времена. Говорит, что с объединением с Березняками закрыли отделение полиции. На 6 тысяч человек населения нет ни одного участкового. Да и пенсию не так-то просто получить. Сбербанк сразу закрыли у нас. Приезжает сейчас машина, конечно, это один раз в неделю по средам ездит. Но, конечно, желательно, чтобы банк работал каждый день. А то вот бывает такое, что надо срочно ехать в микрорайон. Действительно, сейчас на все Уссулии работает только один банкомат Сбербанка. В связи с ковидом закрыли новенькое хирургическое отделение. Работают два фельдшера и стоматологический кабинет. Дневного стационара нет. Жители теперь ездят в поликлинике Березняков, иногда даже с пересадками. На заводе работают до 8, последний 105 идет 8. Приходится от моста идти на Богомолку. Проблема в том, что выходные в Уссулии не приехать. Только на 23 или пешком даже. Но желательно, чтобы единичку пустили в выходной день. Проблемы с транспортом жители связывают с тем, что все автобусы принадлежат частным компаниям. Поэтому о расписании не договориться. Ездят, как посчитают нужным. Но не все жители так категоричны к состоянию плохо. Есть и те, кто видят изменения. Для Раисы Лызовой Уссулии родное место, с которым связано много воспоминаний. Она любит прогуливаться по чистым улочкам. Обращает внимание на положительные изменения. И дороги налаживаются, в общем-то, быт налаживается, магазинчики появляются побольше. И вроде доступ хороший теперь по здравоохранению. Вот если непосредственно можно к любому врачу попасть, все равно хотя бы по записи, все равно в город. Безусловно, проблем накопилось достаточно, в том числе и в благоустройстве территории. Жители говорят, что сами стараются привести в порядок место, где живут. Проводят субботники, высаживают деревья и кустарники. Уссульчане отмечают еще одну проблему – отсутствие благоустроенных мест для проведения отдыха. Именно поэтому они так хотят обустроить Сквер Победы. Обустройство Сквера Победы стало бы настоящим подарком для всех жителей Уссулия. Кстати, уже второй год сквер выдвигается для участия в конкурсе по формированию комфортной городской среды. Правда, сложно тягаться с объектами березняков. Население больше, да и для многих правый берег – отдельный островок. Но в сердцах уссульчан все же теплится надежда на светлое будущее исторического Уссулия. Ксения Калугина, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья.